так добрый день и сегодня смотрите мы рассмотрим примеры с функции если ее операторов первый пример это у нас простое условия теперь начинаем писать условия для ячейки 1 1 1 равна январь тогда ячейка 1 2 равна зима следующим аргументом это у нас есть два варианта написания мы сейчас напишем по первому закрываем это условия и еще раз просто прописываем его несколько раз данном случае 4 здесь мы соответственно меняем на май так и соответственно если у нас ноябрь это у нас будет осень и пошагово начинаем выполнять макрос то есть через f8 если данном случае у нас мая видите он пропустит первое условие не зайдет если второе он зайдет во второе условие и проверит пишет что это весна также проверить все остальные условия и закончить процедуру данный вид записи не очень удобен да потому что нам нужно закрывать каждый раз and if и нет возможности после проверки найденной истины выйти из этого условия следующий пример это у нас есть также январь февраль апрель май здесь у нас два месяца зимы и два месяца весны теперь мы впишем следующий макс который мы будем писать по второму принципу то есть как это будет выглядеть на практике и внутри этих клубок мы напишем следующее действие если если ячейка равна получается январь дальше пишем или ячейка 1 1 равна февралю тогда тогда здесь мы напишем ячейка 2 1 равна так это у нас и следующий пример написания функции если это использование else if который дает возможность написать еще одно условие такое как сверху sales 1 1 равно так сейчас посмотрим получается равно апрель равно получается май запускаем и и и здесь в конце уже закрываем функцию чем данное условие хорошо тем что при выполнении пошагово после нахождения истины данный условие прекратит выполнение смотрим запускаем f8 видим да у нас он нашел что это зима и сразу перепрыгнул через m не стал его проверять потому что условие выполнено а если допустим выберем месяц апрель то у нас первое условие смотрите пройдет а второе зайдет и закроется соответственно последний пример который мы сегодня разберем это используем функцию if это у нас будет sub if test и будет это цена и количество дней у нас меньше 7 и меньше 1000 соответственно хорошая доставка и если это не так тогда это плохая доставка пишем условие если ячейка 1 2 1 меньше 1000 меньше 1000 и ячейка получается и меньше 1000 и ячейка 2 2 меньше 7 3 тогда данное условие считается тогда ячейка 2 3 у нас равна ячейке хороший сервис 1 2 3 3 4 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 10 5 10 10 10 15 6 и закрываем от D, проверяем, то есть первое условие у нас здесь было условие выполнено, кроме первого, да, значит он заходит во второй и записывает плохой сервис. Если, к примеру, мы здесь напишем 700, проверяем. До свидания.